Приветствую вас. Идея здесь заключается в том, что доверять кому-то вообще очень тяжело. Тяжело по многим причинам, но самая главная причина заключается в том, что это просто другой человек, то есть это человек, у которого есть свои желания, человек, у которого есть свои чувства, свои эмоции, свои ценности. И это не какая-то застывшая система, эта система, она постоянно меняется, она постоянно меняется, и на мой взгляд, одна из особенностей попытки доверять другому человеку, то это как раз таки постоянно от него зависимость. Поэтому доверять человеку, ну фактически, означает, что он постоянно должен соответствовать некоторым вашим ожиданиям, то есть тому, чего вы ждете от него. И если он не соответствует, то, ну, возникает проблема. Поэтому вы находитесь в постоянном стрессе. Вместе с тем, возникают вопросы. А как получается, как получается так, что вам сложно и практически невозможно доверять себе? Ведь вы себе не доверяете. Вы... Боитесь чего-то. Вы... Находитесь в страхе. Вот. Вот. И... Как мне кажется, не получаете обратной связи на свои чувства, которые у вас есть, на свои страхи. То есть... Когда вы говорите, допустим, что я тебе не доверяю, это означает, что я боюсь, что ты меня бросишь, например. Но, в свою очередь, это еще, допустим, что-то означает для вас. И задача заключается в том, чтобы прочувствовать, о чем идет здесь речь. Чтобы быть максимально честной, наверное, в первую очередь, к самому себе. Я уже потом к другим остальным людям, конечно, и лоб. Без такого подхода, мне кажется, невозможно достичь ощутимых результатов. В том, чтобы устраивать какие-то доверительные, искренние и здоровые что-то отношения. Если вы постоянно будете в напряжении, если вы постоянно будете в таком подозрении, я бы так даже сказал, то, конечно, вам очень-очень тяжело будет. Это нормально. Нормально. Я вам, ну, не завидую. Я вам сочувствую, наоборот. Да? Вот, ну, в том, что с вами происходит. Поэтому хотелось бы, чтобы вы вот этот момент для себя поисследовали, конечно. Ну и восприятие своего партнера вам тоже нужно, как мне кажется, немножко подкорректировать. Потому что сейчас, на мой взгляд, вы пытаетесь на него переопереться, просто вы пытаетесь, ну, просто пытаетесь компенсировать то, что не хватает вам. В этом нет ничего плохого в том, что вы пытаетесь компенсировать то, что вам не хватает. Но путь, на мой взгляд, вы выбираете для этого достаточно деструктивный. То есть это путь, в котором, ну, вы можете быть одна. Это путь, который, по факту, да, по сути, изолирует вас от других людей. Вот. К сожалению. Потому что, ну, вы, получается, постоянно находитесь в претензии к людям. Это, конечно, очень тяжело. Вот. Вот. Такой ответ я мог бы вам дать. Что такое гармония, это вообще, наверное, в какой-то степени один из этого разговора. Потому что, в какой-то степени гармония, это то, что включает в себя все. Вообще все. Ага. А вы, по моему мнению, как раз таки, делаете движение в сторону попытки ограничить что-то. Избежать какого-то опыта, например. Вот. Ну, на мой взгляд, негативный момент здесь заключается в том, что, как бы вы не обижали, а все равно, вот, с определенным опытом вам сталкиваться придется. Так или иначе. Вот. Но вы этого избегаете. К сожалению. Ну, к сожалению, вы этого избегаете. И вот пока вы избегаете чего-то, ну, вряд ли, вряд ли у вас будет гармония. Вряд ли. Вот. К сожалению. Так что здесь, ну, вот, примерно, вот, такой ответ я мог бы вам, в принципе, дать. Вот. То есть это вот история про вашу честность с собой, с самой собой. Вот. Это история про то, насколько вы, честно, это история про то, насколько вы себя чувствуете. Вот. Насколько вы себя чувствуете. Достаточно ли вы себя чувствуете хорошо. И если нет, то вам нужна помощь в том, чтобы подкорректировать этот аспект. Вот. Такой ответ я могу вам дать. На этом все. Да. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ открытнется у вас и вы. Дадите обратную связь, которая послужит начало продуктивной работы. Всего вам самого доброго.